Всем привет! С вами Фасадыч. Сегодня я хотел показать интересную штуку. В повседневной жизни мы такие необычные используем, но вот мне по работе пришлось такие штучки ну как бы попользоваться что ли. И это так называемые перчатки кольчужные. Вот так вот они поставляются в таком пакетике. Пакетик зипованный. Здесь вот отверстие имеется. Вот отверстие имеется, чтобы можно было воздуху выходить. Вот они ржавели. Перчатки нержавеющие, сразу скажу. Поставляется в такой вот зипованной упаковке. Их надо так раздирать. Здесь дается вот такой вот интересный шаблончик, резиновый. Потом покажу для чего. И вот сама перчатка. В пакете больше ничего нет в нем. Уберем его пока. И вот сама перчатка. Такая вот интересная перчатка. То есть она и на левую руку и на правую руку. Ну как одеть ее. То есть это вот все металл. Сейчас вот поближе покажу. Вот металл вот такого вот плетения. Вот многие догадались для чего уже нужно такие перчатки. Это нужно чтобы не порезаться раскроечными инструментами. Вообще как бы я советую вот такую приобрести тем, кто часто работает с ножом, с топором, с циркулярными пилами. Значит такие же есть только вот так на три пальца. Вот так есть на три пальца. Раз два три. Вот так есть на три пальца. Вот так закрывается она почти. Получается вот так вот. Получается на три пальца есть такие же. И есть вот такие же на первых пальцев. Ну плетение достаточно интересное. Значит имеется застежка. Вот такая застежка имеется. Прошитая. Застежка регулируется. Вот. Достаточно протащить сюда и отрегулировать. У меня рука достаточно тонкая. Я попробую пока вот так вот сделаю побольше. Сейчас мы ее наденем. То есть она на любую руку. И на левую и на правую. Вот так я делаю. И она вот так у меня таким вот образом смотрится. Ну конечно под электрический ток таким нельзя лазить. Но те кто работает с инструментами. Там где есть острые ножи. То есть им конечно самый тот. Такая перчатка имеете. Значит вот. Защелка. Защелкивается. И вот получается такая вот безразмерная перчатка. Из стального плетения. Это сталь нержавейка. Вот. И сейчас я попробую. У меня здесь ножа нету. То есть это фактически невозможно будет. Вот так вот перепилить. Вот у меня острый угол. Видите здесь какой острый. Вот я беру. И вот. Пожалуйста. Он так чувствуется. Да. Может быть какая-то останется. Но я не повреждусь. Значит. Вот эта штучка служит для того, чтобы сделать вот таким вот образом. То есть это средний палец одевается. Вот так. Через палец одевается эта штучка. Через один. Вот. Для того, чтобы перчатка не висела на руке. Вот так. И большой палец продевается в эту сторону. И вот изначально, когда перчатка одевается, вот эта вот уходит на руку. И получается, что пальцы не висят. И вот так она, получается, служит. Ну, это кому как. То есть кто-то может полить с такой штукой. Но мне в данном случае она будет неудобна. Лучше, скорее всего, подвязать веревочками. Вот сюда. И здесь вот ее завязать. Вот такая вот перчатка интересная. На ощупь она такая приятная. Не царапает ничего. Ну, а ощущения, могу сказать, такие грубоватенькие. Вот. Ну, так. Как Сваровский кристаллами блестит. Вот такая перчатка. Так что, те, кто работает с инструментами, с режущими, можете приобрести вот такую перчатку. Ссылку я, где покупал, скину под видео. Ребятам заодно пошлю. Она бывает как правая, она же. И она же левая перчатка. То есть, вот так. То есть, она фактически одинаковая. Обычно покупают левую перчатку. Почему? Потому что правые обычно что-то ведут, а левые подталкивают. Вот. И у плотников, да, у них обычно на левой руке не хватает пальцев. Потому что вот эта рукой что-то берёт, а вот эта вот сует подталкивает её. Поэтому они бывают и левые, и правые. Бывают вот так вот на два пальца. Чтобы вот эти пальцы не сунулись там в какой-то механизм, типа ножа, и их не отрезало. Так что, на обзоре сегодня такие перчатки были. Вот. Мы сейчас соберём. Положим обратно в ZIP-пакетик. И отдадим на предназначение. Вот такая штучка. Упакуем. И кто-то будет пробовать. А пока, всем пока. С вами был канал Роман Фасадович. Подписывайтесь, ставьте пальчик вот так. Или вот так. Вот так. Или вот так. Оно понравилось. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok